Привет, друзья! С вами снова я, Игорь Джеформи, мой коллега Денис Денья. Привет, привет! Мы вновь с вами на нашем киберспортивном канале Танки Старладер. И сегодня мы посмотрим три замечательных матча. Да, у нас сегодня очередной день в рамках нашего турнира Старс серии, в котором участвуют 16 лучших коллективов нашего проекта. И сегодня, правильно Игорь сказал, нас ждет три матча, три интереснейших матча, хочу заметить. И давайте быстренько пробежимся по анонсу сегодняшнего дня. Ну что же, для начала, для разогрева, уже такого мощного, я бы даже сказал, разогрева, мы посмотрим бои между командами Хаос и командой Эпик Гардс. При том, что сегодня лидера Эпиков не будет с нами ни, как я понимаю, на поле, ни в трансляции. Хотя я сейчас забегал к ним в ТС, и все-таки он сидит, слушает каким-то образом, смог материализоваться. И, возможно, как-то будет помогать. Морально это отличный план для капитана, так держать. Дальше у нас в 21.00 состоится матч между Cycos Pro и Центурион, как вы помните, как мы уже анонсировали вчера. Этот матч должен был состояться в верхней сетке. Отложенный финал, да, как многие говорили. Сетки отборочного турнира, и вот сейчас-то мы посмотрим уже, кто есть кто. Cycos Pro или Центурионы, которые шли по всем головам. Ну и завершает наш сегодняшний день, завершать будут парни из команды Number One, и противостоять им будут ребята из All In. Тут будет интересно посмотреть в том плане, что, как я вот писал уже в прогнозах, All In пока что все выигрывает, Number One пока что все проигрывает, но надо идти вперед. Ну, ты знаешь, каждый день приносит нам, как я уже написал у себя, да, приносит нам какие-то сюрпризы. И, возможно, сегодня этим сюрпризом будет для нас игра Number One против All In. Было бы здорово, я бы очень с удовольствием на это посмотрел. Потому что вроде как мы распределяем тут роли какие-то, что-то прогнозируем с Денисом, что-то придумываем, но у команд есть свой план на игру, есть своя стратегия, есть какие-то новые находки, которые они успешно реализуют и показывают нам изо дня в день, на что они способны. Например, вчера, да, ожидал ли ты, что Центурион просто на голову разгромит своих соперников из хаоса? Я думал, что, ну, во всяком случае, не такой разгромный счет. Хотя, надо сказать, что если брать каждый раунд, то игра была, в принципе, приблизительно равна. Просто в какой-то момент Центурион оказывались чуть-чуть лучше, и за счет этого возили их. Да, за счет более четкого дефа, за счет более уверенной игры, шли ребята до конца, и так или иначе, зубами вырывали победу. Здесь мы плавно подходим к той части, дорогие друзья, что если вдруг вы не видели наши трансляции, которые у нас уже идут не первый день, вторая неделя у нас трансляции, до этого еще и квалификация была. Так вот, если вы пропустили какой-то бой, который вас заинтересовал, все записи наших трансляций вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Адрес его вы обязательно увидите у нас в описании. И точно так же на нашем сайте, где, помимо наших трансляций, есть еще и куча интересных новостей. Да, а если вы чувствуете в себе силы, вы также можете создать команду и принять уже в отборочном чемпионате Amseries, заявить команду на нашем сайте tanki.starluder.tv, собрать друзей и показать всем, на что вы способны. Для этого вам нужно зайти будет на наш сайт, там в раздел Amseries, создание команды и уже так далее. Там на самом деле все просто, да, если просто следует инструкция, но обязательно просто этот вопрос, как создать, как правильно сделать, куда нажимать, частенько задают и подписчики, и зрители. Я думаю, что вот уже настало время, мы уже с тобой касались этого вопроса, настало время нам с тобой запилить гайд небольшой, такой получающий видос, где мы создадим, придумываем свою команду, наберем туда кого-нибудь. Да, и на этом примере покажем. И даже поучаствуем дальше. Ну нет, поучаствуем в финал, и там уже поучаствуем. В принципе, в принципе, можно подсказывать здесь. Так что, друзья, вперед, дерзайте, создавайте свои коллективы, и может быть, кто знает, уже через несколько месяцев, во втором турнире Star Series, именно ваша команда займет место среди 16 лучших коллективов проекта. Что ж, друзья, у нас бой практически вот-вот уже начинается. Сегодня у нас в первом бою будет Парма, играют Хаос и Эпики, и Хаос у нас начинает за красную сторону, соответственно, их оппоненты Эпики будут стараться защитить синий флаг. По сетапам, Игорь, ну, традиционный. Хаосы, видимо, решили, что все будет очень напряженно у них, да, при том, что, насколько я понимаю, справа у нас идут Хаосы, немного не так, да, отображение идет? Да, да, все правильно. То есть Хаосы решили выступать исключительно там, да, в Хантерах, 4 Хантера и плюс еще одна Саванна, то есть всего 5 Саванн. И, кстати, проблемы сейчас большие у как раз Хаоса. Почти всех уничтожили с Респы, увозят уже спокойно ребята из Эпиков. Вдвоем отлично подобрали монитор, и буги-фризер будет выходить, сбивают отлично преследователю на Хантере рельсу, и спокойно монитор со своей смоки движется по Респе. Конечно, сейчас уже по нему прилетает очень много рельс, но есть подхват. Неплохо Хаос пошли на возврат большими силами, но все они сейчас находятся внизу. Получают одну рельсу флагоносец, везет дальше и будет доставлять Рейзер. Рейзер, простите, и все хорошо. Очень быстрый флаг от Эпиков. Даже отсутствие лидера пока не сказывается никаким образом. На их игре. Флаг действительно очень быстрый, на парме так вот внезапно оформили увоз ребята из Эпиков. И сразу есть контратака. Ванька вместе с еще одним Ванькой. Ванька и Ванька. Да, Ванька и Ванька атакуют. Но тут есть монитор, который мешает ему это сделать. И еще один Ванька. И подключается еще и Шайтан. Есть СЛС из центра. Отличный кемпер из команды Хаос. Будут уходить уже вдвоем. Одна обманка, другая. Не получилось. И Ванька остается фактически на одну смоку. Его тут убивают. И база в безопасности уйдет. Хорошо фокусируются Эпики на своем флаге. Не дают просто-напросто. Даже выйти с ним и снова идут вперед. Келимов, кстати. Именно так читается ник этого игрока. Сергей мне уже указывал на это. Сейчас стоит в дефе. Он остается один у Хаоса. Но при этом Хаос идет вперед по флангу. Ванька и СЛС будут отжимать водокачку. Ту самую водокачку, с которой начинаются все атаки их соперника. Точно так же решили поступить ребята и из Эпиков. Посмотри, они отлично забирают водокачку соперника. И сейчас у нас будет прежде всего задача номер один у обеих команд. Выкурить оппонента со своей вышки. Неплохо получается то у Хаоса. Идет вперед Шайтан. Получает лицо от Чудо Фая. И погибнет или не погибнет. Да, Чудо Фая разбирается. Ну а в то же время, как я вижу, Эпики более-менее справляются с задачей. Выкурить врага с фланга. И сейчас уже укрепились. Что ж, после первого флага у нас есть определенное затишье. Остается у нас до конца почти 7 минут. Да, вот это за счет тяжести сетапа у Хаоса. Сложно им как-то быстро атаковать по флангам. Сложно идти в какой-то размен, как я понимаю, в любом случае. И сложно будет вообще играть даже размен тут же. Плюс, обратите внимание, что по центру им тоже особо не поедете. Я не понимаю, почему они решили придерживаться такой вот игры. Тяжелой, да? Все-таки мы уже увидели в исполнении Эпиков один флаг. 6,5 минут до конца. Рано пока еще говорить, конечно, о чем-то. Но Хаосы пока выглядят не лучшим образом в атаке. Но за счет более быстрого мобильного сетапа, конечно, у Эпиков образовывается определенное преимущество. То есть Хаос нам продолжает демонстрировать свой действительно тяжелый сетап. Но реализация его должна быть немножко другой. Да, сейчас пытаются ребята как раз зайти вчетвером на базу. Тут Чудо Фай разбирается с одним. Но вы видите, да, СЛС, Шайтан, Ванька, они уже все далеко не целые. То есть СЛС вообще остается на одну смоку и атаки уже нет. Пока ты вот этим медленным сетапом доезжаешь до базы противника, тебя уже разбирают. Ванька пытается уйти в центр, получает пару рельс, остается на одну смоку. Уходит уже достаточно далеко, может помочь здесь немец. Сэм Грант сливает его. Келимов уже в центре, уже будет подхватывать сейчас. Только Буги Фризер может спасти и возвращает. Отличная сыгранность от Эпик Плеера и Симпл Плеера. И все хорошо с флагом Эпиков. Но при этом атака была очень и очень впечатляющая в исполнении Хаосов. Даже несмотря на то, что они решились пойти вниз. Но я бы не сказал, что она была очень впечатляющая. Знаешь, такими силами добраться до флага дорогого стоит. Хорошо, Ванька подхватывает флаг. Очень удачно были слиты все деферы. Но он уходит, уже битый. Есть у нас и увоз с другой стороны. Но сейчас Ваньке надо уходить. Ванька и уходит. Разбирается сначала с преследователем. Уже на башне. И в этот синий флаг. Время, да, синий флаг тоже уходит. Буги Фризер везет. И есть неплохой перехват от Хаоса. Вдвоем Келимова разбирают. Остается Ванька. Врывается здесь еще и Шатан. И проблема у Ранзера. Остается он всего на пару рельс. Майами Бич выдает одну. Майами выдает отличную сквозную рельсу. Спешит Ванька. Сбивает монитор. Хорошо отработал. И все в порядке. И в это же время есть возврат флага эпиков. И эпики ставят второй. Сыграли в этом эпизоде игровом получше эпики. Да, закономерно не ставят. Возвращают. И тут вот как-то непонятно распределились силы у Хаоса. Потому что они и толкового размена вроде бы как не смогли организовать. Хотя там было два корпуса. И не смогли также сохранить свой флаг. В этом плане эпики конечно по выигрыш не смотрели сейчас. Понимаешь, вот Хантер может отреспиться и снизу. И наверх ты его точно не доставишь. Это сто процентов. Потому что по тебе с такой стрельбой от эпиков точно прилетит куча рельс. Штурм. Хаос. Красный флаг. Вы заходили в трех. И какая сквозная рельса от немцев. От Майами Бич. С другого фланга. Убивают сразу двоих. Отличный страйк. Блокирует тут Шайтан Чудо Фаера. Но запутался товарищ из Хаоса. Не справился с управлением. Шайтан пытается покатать Чудо Фаера на своем корпусе. Забавно это все выглядит. Но Чудо Фаера выживает. Естественно вернет флаг и на подстраховке. За счет личного скилла ребята из эпиков смогли отдефиться. Не в пользу этот эпизод команде Хаос. И опять же уходит монитор Full HD. Уже с флагом в центре. Будет Ванька пытаться возвращать. Но тут слишком хороша стрельба по фокусу от эпиков. Эпик плеер подхватывает. Есть буги фризер. Будет уход. Куча народу из эпиков уже. Вот прям на респах у Хаоса. И просто их блокирует. Вбивает им рельсы. И делает все возможное. Для того чтобы они не попали по своему флагоносу. Итак 3-0. За 2,5 минуты до конца. Это ли не разгром на парме? Ну. Ты знаешь. Без особых трудов я бы сказал. Что вот. От раза к разу. Фактически Ранзер вот сейчас уходит. СЛС не поднимается наверх. Респицы Келимов. Но вернет. Конечно. Правда. И получает уже фактически пару рельс. Будет бит. И да. Не сразу возвращал. В принципе. Правильно поигрался здесь с монитором. Пытается сперва Хаоса отжать свой фланг. Но при этом есть неплохая атака. Сразу втроем будут забирать. В Майами Бич надо уходить очень быстро. Потому что уже есть вражеский респ. И решает уходить в центр. Через балкончик. Не знаю насколько правильно это решение получает. Уже одну рельсу. Здесь есть фризер. Спеши тут на помощь. Чудо фаеру. Все для того чтобы вернуть. И Хаоса делает все для того чтобы поставить хоть один флаг. Пока не очень. Пока справляются. Ребята. Ванька. Нужно подбирать срочно броню. Получает по рельсу. Остается на пару смог. Фактически. Нету перехвата от Эпиков. Сейчас только Чудо Фаер пытался зайти. Но был очень быстро разобран. И будет доставка. Не убивает прямо флагстоки. Пишет пока Ранзер. Эпик плеер пытался выдать ресурс ДД. Но все таки немного реабилитировались. Ребята из Хаоса поставили флаг. Ну тут знаешь. Тут главное начать. Если честно. Потому что. Понять как увозить у соперника. И потом можно уже играть. Единственное что. Начинать то в этом раунде осталось уже. Нечего так скажем. Но есть задел на следующий раунд. То есть сейчас главное парням из Хаоса понять. Что у Эпиков увозить можно в принципе. Но единственное только. Вот их увоз. Закончился тем. Что получили они потрясающую контратаку. От Эпиков. Которые спокойно довозят до своих респов флаг. И сейчас уже будут пытаться. 40 секунд до конца. Монитор на мой взгляд зря промедлил столько. Потому что все таки за счет вот этих долгих респов можно было. И будет возврат. Знаешь наверняка будет возврат. СЛС ворвется. Здесь нет никого из Эпиков на своей базе. СЛС уходит. Уходит уже вниз. Прыгивает помогает Ванька. В очередной раз клан Хаос проводит игру в своеобразном таком размене. СЛС уходит уже почти на свой респ. Здесь есть еще подключается один игрок. Это Ванька Голд. И за 10 секунд до конца есть все шансы у Хаоса поставить. Если они поторопятся и не будут мешать друг другу. Остается 5 секунд. И будет ли стрельба по фокусу в исполнении Эпиков. Одна секунда и едва-едва не доезжает флагоносец Хаоса до флага. Чтобы поставить второй флаг. Ну что ж. Вот обрати внимание. Вчера мы тоже видели такую игру на трибьюте. В игре Хаос Центурион. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Такого трибьюта я лично не видел никогда. И вчера, как только увозился один флаг. Либо Хаосом, либо Центурионом. Сразу была организована контратака. Ну ладно, вернемся пока к нашей статистике. Отлично показывают себя игроки Эпиков. Процент попаданий великолепный. И по дамагу опять же они в топе. Да, на этом фоне не так убедительно смотрятся Хаосы. Конечно. 54%, 60%. Чуть выше 60% есть у двух игроков. Но это не тот показатель, с которым можно выходить и играть против топовой команды. На парме тем более. Тем более на парме. Все справедливо. Тут Хаосы в топе. По полученному дамагу лучше проявили себя ребята из Эпиков. Больше попадали. Больше наносили урон. Чаще отправляли ребят из Хаоса на арест. Как мы видим. Да, ну собственно 4 первых места за ними. Переворотов было не так много, но они все-таки присутствовали. И 11 раз умер. Меньше всего погибали как раз ребята из Эпиков. И больше и больше смертей у Хаоса. Что ж, по увезенным флагам. Собственно статистика понятная, справедливая. Рензер и Буги Фризер были на острие атаки у Эпиков. У Эзли на пару они три флага. И сразу за ними идет Келимов, который сумел доставить один флаг, подобрав его не так далеко от своего флагштока. Что ж, ну тут собственно все как и по игре. А возвраты не так часто были оформлены, хотя СЛС в конце почти самого раунда смог вернуть флаг даже с самого флагштока. Поэтому он как раз таки и в топе. Чудо Фаер, не помню я момент, когда он там блистал, но потому что он часто участвовал в возвратах. То есть, как я понимаю, убил пятерых флагоносцев. Да, совершенно верно. Да, поэтому он набрал тоже достаточное количество очков. Что ж, первый раунд нам показывает, что на данный момент, на данную минуту Эпики немножко лучше подготовились к парме и что-то противопоставить их сопернику из хаоса у них не получается. Ну их общая турнирная статистика вообще говорит сама за себя. Первые два матча они выиграли. Сейчас у них третий матч, третий тур, собственно говоря. А хаосы пока не блещут. У них два проигранных боя. У меня, знаешь, у меня совет хаоса. Парни, Сергей Келимов, ускоряйте свой тяжелый сетап. Потому что здорово, что вы его, конечно, играли везде. И это, в принципе, смотрится неплохо. Вы сами видите, что многие команды используют именно такой сетап. Но все-таки, если есть тяжелый, вязкий сетап, надо его все-таки, пожалуй, двумя хотя бы васпами ускорять. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что вообще не везде такой сетап работает. Вот как раз Парма не та карта, где можно хантерами ехать эффективно по бровке, эффективно увозить. То есть Парма вот точно нет. Кто бы мне что ни говорил, если у вас шустрые корпуса, если со скиллом у вас все в порядке, то вы можете играть на форте. С бывшей командой степ-бай-степ, которые играли в два викинга здесь на Парме, в протидже. Как у них это получалось? Это просто феноменально. Ну да ладно. Что ж, начинается у нас второй раунд. Хаос теперь за красный, за красную сторону, эпики за синюю. И сетапом изменений, как я вижу, особых нет. При этом более стандартный сетап эпиков, он и выглядит, и на деле оказывается более эффективным. Это два хорька в протидже, васпик, который одевает на себя краску грязь, и остаются три хорька, точнее, в саванне. Очень стандартный, очень простой, понятный сетап. Многие знают, как с ним играть. Не все знают, как ему противостоять. Сейчас почти вся команда Эпик Гардс была на респе, и у хаосов есть неплохое подспорье для того, чтобы сделать атаку, но предпочитают, они пока отсиживаются больше в дефе. Сейчас моя амбич предпринимает рейд по респам соперника. Кстати, доезжает фактически до синего флага, только здесь погибает. Бутался, он обманул ребят, но ничего не вышло. Бугифризер в атаке на вас, пиадин. Нужна поддержка, если он хочет действительно что-то выжить из этой атаки, но поддержки пока нет. Тут все, многие ребята из Эпиков еще до сих пор респутся. Ранзер в монитор и сам Грант, а треспались вообще снизу. Будут заходить, бугифризер остается на одну рельсу. Должны мы отметить, что спасла его здесь грязь. Бугифризер будет подхватывать. И проблемы на базе у хаоса. Убивает даже, по-моему, свой атакующий игрок хаоса, своего дефера. И теперь бугифризер и Ранзер будут уходить. Бугифризер танкует, не попадает по Ваньке. Бугифризер практически не живой. Всего 2 единицы хп у него остается, его васпика. Но этого вполне, как показывает он, достаточно для того, чтобы увезти флаг. Еще и взять ДА. Подхватил. Зачем броня? Только непонятно, если честно. Но так или иначе, подхватил. И ладно. Не потерял лишнего времени. Монитор может поставить еще на пару смог. То есть на пару рельс он выдержит. И вновь выходит Эпики у нас вперед. Во втором раунде привезли уже один флаг. Пытается, пытается атаковать хаос. Кстати, вот васп у них все-таки есть. Ванька Голд. В первом раунде я не заметил его или не было хаоса? Ванька Голд был. Был на васпике в смысле? По-моему, он был. По-моему, нет. На хорнице, да. Что ж, вот совершенно правильное решение. Нужно как-то ускорять, дергать, выдергивать флаг. Один человек, на мой взгляд, не сможет затащить вот такой сетап тяжелый, да, где нужно ехать быстрее. Возможно, подхватывать, да. Хорошо, вывозить. Но он должен быть прямо вот на самом острее. В те время Шайтан подкрадывается с Ванькой. Есть шанс увезти. Шайтан делает несколько обманок. Правда, тут есть еще и Смока, который будет досаждать сейчас влагоносцу. Каким образом Шайтан уходит, я не понимаю. Я не понимаю, как там отыграл монитор, если честно. Хотя он мог просто приехать и добить Шайтана. Да, но так или иначе флаг уже доехал до базы. И целый СЛС будет подхватывать и будет уходить дальше по респам. Вот сейчас этот сетап может сыграть эффективно, потому что тяжелые корпуса будут ехать. Просто ехать паровозом главное успеть. И получать они могут ехать и получать. Хорошо, если они выстроятся в паровоз. Но другое дело, что им нужно выстроиться, доехать до этого паровоза. Вот о чем мы, собственно, и говорим. Букифризер возвращает. И Ранзер с Эмграндом уже оформляют контратаку. Правда, не очень хорошая игра Эмгранда. Его даже и добивают дальше. Ранзер уходит. Не получается. Будут накрывать здесь Фарево Нуб, Ванька и Майами Бич. И спокойно возвращают. Нужно ехать ребятам атаковать дальше. Сливаться для того, чтобы с новыми силами либо пойти в атаку, либо продолжать дефицит. Но игра у эпиков складывается очень просто. Не вижу я, чтобы ребята вообще сколь угодно напрягались. Даже вот сейчас вот этот увоз флага. По идее, должны были реализовать хаос свой сетап, но не вышло у них. Потому что просто ворвались эпики и зарешали. Не дали подстроиться в грамотный паровозик. Не знаю я, что нужно сейчас сделать хаосом. Ну, конечно, знаю. Нужно взять более легкие сетапы и играть по правилам противника. Вот эта рельса сейчас отличная от Шайтана. Пытался буги-фризер здесь прыгнуть незамечен. Но его просто перевернули. И причем очень красивым образом. Хаос опять у нас пытается штурмовать вражеский флаг. Смотри. Заходят они большими силами. А нет, нет, нет поддержки. Понимаешь, поддержки не будет. Потому что Хантер просто не доедет до флага. Вот это время, пока респятся чужие игроки, нужно использовать во благо. А так получается, что они не могут его использовать из-за того, что просто не хватает скорости. Согласен с тобой. Тут быстрый маневренный сетап у эпиков позволяет гораздо быстрее передвигаться даже по флангам. Но сейчас вот неплохо СЛС заходит. Он идет на ДА. Есть у него поддержка. И тут есть еще и Ванька Гол. Промахивается буги-фризер. Не смог с раскачки попасть он в Аспика. У СЛС испадает броня. И он остается всего-навсего на одну рельсу, которую, собственно, и получает. Да. Все. То есть, вот знаешь, можно даже, по-моему, статистически подсчитать. Вот это время, пока Хантер даже с броней доедет до чужой базы. Насколько он остается цел. Хотя, смотри, вот сейчас отличный заход от Майами Бич. Его замечают. И все это заканчивается в очередной раз ничем. Скованная, скованная идет игра. 1-0 уже. Не так быстро даже начинается. Все-таки хаос. Нашли ключи, как можно повязать своего соперника. Но надо же еще и увозить. Но вот сейчас монитор пытался. Пытался уйти он с флагом. Но был застегнут вовремя Ванькой, который с Мокой своей просто беспощадно разобрался с одиночной атакой соперника. Надеюсь, я на то, что ребята перестанут в дальнейшем выбирать один и тот же сетап для всех карт, а как-то будут маневрировать и использовать какую-то гибкость при определении вооружения на игру. Пока не очень я доволен. Я с тобой согласен в этом плане. Если ты позволяешь сопернику иметь преимущество, такое как понятный сетап. Плюс ко всему, да, ты ему рассказываешь, как бы, ребята, у меня будет 4 хантера и все в саваннах, поэтому готовьтесь к этому. Ну, как бы тут все понятно уже будет, что брать, как с этим бороться. То есть это можно уже просчитать. То есть ты не оставляешь сюрприза противнику какой-то, какого-то. Таким образом облегчаешь ему задачу. А команда-то сильная у нас, обрати внимание, как каждый из команд подготавливается к каждому отдельному из соперников. Всегда есть какие-то штуки, есть какие-то наработки, нововведения и сюрпризы. Каждый день у нас не обходится без сюрпризов. Вот, ты огорчен, если выбором хаоса в этом плане. Бугифризер будет пытаться уходить, выписывает Ванька ему смоку, остается бугифризер на одну. Нужна помощь срочно от Сама Гранда. Блокирует отлично. И даже убивает Сэм Гранд. Он абсолютно целый, будет пытаться уходить. Получает рельсу. Здесь есть только Майами Бич, который может ему противостоять. Пытаться будет уходить Сэм Гранд наверх. Ранзер будет подхватывать. Даже здесь Майами Бич не успевает подхватить флаг. Но все-таки немец первый на рельсе. И он должен разобраться. В это же время проблемы есть на базе и у Эпиков. Промахивается бугифризер, но разбирается. Тут Ванька с обоими преследователем. И если подберет сейчас флаг, это будет очень здорово. Нет, бугифризер все-таки возвращает. Даже если бы он подобрал, бугифризер должен быть первый на рельсе. И должен разобраться. СЛС у нас на броне идет. У него есть все шансы на то, чтобы немножечко подальше утащить флаг, чем у своего тиммейта. Должны мы отметить, что СЛС один из наиболее результативных игроков у Хаоса. Вчера мы видели его статистику. Как он настреливал огромное количество дамага. Его процент попаданий. И это определенно один из лучших игроков у команды Хаоса. Сейчас неплохо демонстрирует Forever Noob. То, зачем берут Хантера в такие бои. Потому что он, встав на флаг и грамотно подстраивал корпус, просто не дал взять сопернику. Но это, пожалуй, один из немногих плюсов, которые можно использовать на... На карте, которая простреливается абсолютно вся просто. Я не знаю, где тут можно спрятаться, но... Эпики большими силами, судя по всему, сейчас пойдут в атаку. Сразу четыре танка. Они уже идут в атаку. И танки-то абсолютно целые. Чудо-Файр замыкает аж на броне. Тут бесспорно должен быть увоз. Монитор подхватывает, будет уходить. Майами Бич пытается тоже оформить увоз. Да, но пока что атака Эпиков выглядит гораздо перспективней. И все делают парни для того, чтобы увезти флаг. Рензор уже добирается до своей башни. Есть Ванька Голд, который будет заходить. Но переворачивают Ваньку на его васпики. Будут подбирать Эпики и нести дальше. Боги Фризер на васпи уже берет и выстраивается. Монитор собирается подстраиваться. Тут мешает немного труп. И время неумолимо заканчивается. Конец раунда. Отличный выпад на последних секундах раунда. Если бы было время чуть-чуть побольше, я уверен, что могло бы из этой атаки получиться что-нибудь очень и очень интересное. Что ж, друзья, наша статистика. Итак, в очередной раз Эпики занимает весь пьедестал почета. Первые три места за ними. Четвертый и пятый идут Forever Noob и Miami Beach. Отмечу, что процент у Эпиков подупал. Да, да, да. Подупал. Ребята уже расслабились и по количеству флагов мы видим, что уже не так все хорошо. При этом хаосы на том же уровне, в принципе, выступают. И нужно срочно ребятам делать что-то с сетапом. Смотри, монитор и Ванька гол, да. Ну, понятно, ладно. Ну, хотя, в принципе, Ванька на ВАСПе тоже не особо должен был дамажить. Это не основная задача была. Ну, как это, ты знаешь, я не очень согласен с тобой в этом плане. В любом случае, если есть ВАСП, он, конечно, должен возить и должен быть не острие, но попадать он в любом случае должен. Так или иначе. Ну, да, тоже верно. Но вот причина, почему Ванька очень мало настрелял дамаг. Стреляли по нему постоянно, очень часто. 19 килов он оформил. Смертей, точнее. Хотя это очень странно. За счет своей скорости ВАСПик должен успевать скрываться за вот этими перегородками и не давать в себя попасть. Майами Бич, посмотри, нахватал практически 5200 единиц урона. Фокусировали по нему. Но, собственно, Майами старался... Он один был на острие, он один пытался... И на возврате. Да, да, да. Согласен. Закономерно, минусов у нас очень мало. Отличился только один. И у нас уже вот статистика по увозам флага. Монитор Full HD. 33 очка увоза флага. Трижды подбирал он флаг. Один раз он его доставил. Собственно, это и оказался победный для эпиков в этом раунде флаг. 1-0 они закончили, напомню. Ну и по возвратам. Буги Фризер дважды вернул флаг, убил одного флагоносца. 30 очков по возврату. Ну, второе, третье место. Как раз-таки, по-моему, во время размена он и убил флагоносца. И таким образом смогли ребята из эпиков поставить и повезти. Ну, 1-0, конечно, это пока не счет. Как 3-1, по-моему, закончился первый раунд. Был гораздо более флагоносный первый раунд. И все-таки будем надеяться, что Хаос прибавит к третьему раунду. Будем надеяться, что Хаос уже наконец-то сменит свой сетап на Парме. Вчера они демонстрировали гибкость на трибьюте. Пусть она им, конечно, и не помогла. Но какой был раунд последний? Очень яркий был последний раунд в исполнении Хаоса. Умеют ребята играть на разных сетапах. Показывали нам, доказывали это. Но почему-то в официальных боях они присущают другую. Не в официальных боях, я бы сказал. А сказал, что когда еще ничего не решено, они используют именно вот этот тяжелый сетап. А когда уже все остается висеть на волоске, они уже начинают разнообразить, думать, экспериментировать. В принципе, это хорошо. Хорошо, что вы не меняете своих задумок, своей стратегии, не идете на поводу команды. Но все-таки, ребята, надо проявлять гибкость. Проявлять гибкость и понимать, что если это не работает, значит, нужно что-то делать с этим. Стартует у нас третий раунд. 2-0 эпики впереди. Сейчас у Хаоса. Да, отлично. Мы видим другой сетап совершенно. Наконец-то услышали нас ребята из Хаоса. Совершенно, кстати, по-моему, стандартный даже сетап. Сейчас Рензер и Буги Фризер, несмотря на то, что даже соперник поменял сетап, пытаются уйти. Есть встреча от Чудо Фаера уже на респах. Уходят к своей башне и уже стремительно мчатся по респам. Посмотри, Рензер вообще на Нитре успевает... Ни одной рельсы я не увидел по Рензеру. Вот одна прилетела. Одна. Вот должно быть, это должны было прилететь от рельса в самом начале его пути. Еще более быстрый флаг у нас оформляют эпики. Меньше минуты им потребовалось для того, чтобы увезти. Ну что же, давай немного все-таки вернемся к сетапу. Майами Бич здесь никуда не уходит. К сетапу Хаоса... Теперь это 2 Васпа, 3 Хорнета и 1 Викинг. С тяжелым корпусом, но при этом реально ускоренный сетап по сравнению с тем, что было. И причем Викинг в атаке. Первый раз уже мы видим фаревого нуба в атаке. Он собирается давить, как я понимаю. Это очень правильное решение. На самом деле, я тебе говорю, что танкующие Викинги, особенно если он берет броню и нитру, которые падают на щите в центре респа, это потрясающее зрелище. И более того, это очень эффективно. Очень эффективно. Должен также сказать, что Майами Бич занял вот эту позицию под первым подъемом. И, не знаю, судя по всему, пытается... Докучать респом. Пытается как-то докучать, да. Но, по-моему, это не так эффективно, как хотелось бы. Ну, тем не менее, на него обращали внимание. СЛС навязывает очень мощную борьбу в одиночку на вражеском флаге. Неплохо получилось. Не используют хаосы вот эти замешательства, которые дарят им их тиммейты. То есть, какая отличная стрельба сейчас от эпиков. Переворачивает одного из игроков хаоса. Бугифриза подхватывает чужую броню под чужим щитом. Выманивает СЛС, заставляет его терять лишнее время. Не лишнее, то есть, время. И здесь будет подхватывать уже Ранзер. Сливает последнего дефера, уходит. Но уходит так же еще. Зэк, хорошо! Не дал попасть по себе. Но, правда, не попал из ДД по эпикплееру. Могло бы очень интересно получиться. Но флаг красный будет возвращен. И есть у нас УОЗ. Вновь есть УОЗ. Да, отличная игра там была от Ранзера. Вот это отличный выстрел от Чудо Фаера. Сразу сквозной рельсой двоих отправляет на Респ. И вновь довозит эпики. Пытаются довести Зэк. Правда, здесь Фарево-Нубом штурмует. Андертейкер помогает. Нужно срочно подхватывать. Слишком бесхитростно, на мой взгляд, ребята из хаоса подошли к вопросу УОЗа. Да, и снова Ранзер выдернул флаг. Как-то вот отличная стрельба, опять же, по фокусу для СЛС. Да, он перевернулся, просто лежит на броне, в продидже, внизу, так или иначе. Но все-таки теряет время. Должны мы сказать, что даже при отсутствии своего капитана Холли Хиро Алекса на поле, эпики выглядят очень хорошо. Очень грамотно. Все делают четко. Увозят. И продолжают выполнять свою задачу по... Джин, может попробуем сходить в конференции, как ты считаешь? Да, я считаю, отличный план. Давай к эпикам заглянем и послушаем, как они там расстраиваются. Да, к хаосам, я думаю, сейчас не лучший план, наверное, заходить. А вот к эпикам обязательно. Что же, штурмуют ребята из хаоса вновь в базу эпиков. Думаю, что у них сейчас более напряженной конференции должна быть. А Майами Бич уходит. Если я подхвачу камеру, ты можешь, в принципе, переходить уже. Я договорился, нас будут ждать. Все хорошо, сейчас все оформим. Есть у нас флаг, синий флаг уже на красной точке, но при этом Майами Бич пытается уйти. И готовы мы перейти в конференцию к эпикам. Давай, момент очень интересный. Флаг в минусы, я тоже шелезь флаг. Флаг в минусы, я тоже шелезь флаг. Скидывай, скидывай, скидывай. Нет, фортиги. Хорош. Я забыл длили. На одну флаг. Добрал. А кто где уйдет? Левый вас. Ты нарезаешь, я ставь, я ставь. Первый, бью, бью. Левый смок, аналов. Кто же такое? Рейзер мне правы, резь меня вратан. Левый, бью. Меня вынесли с толку. Куда я? Оверху. Отлично. Там еще вас внизу. и не будет в этом году ручка коррекция я буду на двойных делах а я бы на республике соцсетевая я проявляю вас пока справа дедушка не заболевает и так как и так и так и так и так пока уходить не самый низ подключен сечет встречи промаз в альбом отъем после этого года выгонки автор сентябрь левый кубок право следует я на самом деле он относится к темпу я вот в этом году я помню что я учусь я только спеклассировал а то есть по поводу я могу сходить не помогли твоя спорта тут восьмого года но к петлях антопитивный в этом случае в этом году в этом году срок заведения на паспорта вас куда мы испугались я так я такие мужчины определитесь чутки эти фасады я в труппе шестудки у нас по респауня из леса последний подъем меня слили ты один сел у нас на флаге один последний подъем последний подъем двое первый подъем от стрелители ваших викинг идет меня снимают я вас смазал у нас в игре куда лгешу плакатъем эпик или не вилла викинг первый подъем викинг к тлампажный на флаге заходим сел целый год на мониторе ажикамена спрашиваю аспекта спирс я сбил давайте украстью на библиотеке я так же добью в каких предметах ну конечно бы не станет международный смысл с вами паспорт мы не власти вас садикой смогу вас они уйдут у вас есть так как проводить защитит указ право иначе мы не справа смог сейчас правой спальцов я на респе там наш москва по рисунку да возьмем за мной в центре куда выдастся левого листа нет левого левый битва разбитый левого не только поехать чудо но таки и рейтс да в первую поделать и подозревать что давай лево чистого мы с вами викина это молчал попросту пока то есть в сфере сфере право число а пока укрепить подъем но у вас об этом нет на сфере книги на риски кинополе на флагере то есть я вот вроде удал Побывали мы в конференции, успели посмотреть и за развитие событий на Увозе и на Размене. Неплохо, очень достаточно скоординированная конференция такая, да, спокойная? Очень спокойная, правда, не без лишних, конечно, шумов, не без лишних выражений. На конференции, я считаю, нужно ребятам еще немного поработать, чтобы довести ее до идеальной, ну или очень близкой к идеальной, да, и видим мы уже, как ребята из Эпиков веселятся по карте, видели, как мы бугифриза рубили флагоносца просто своего для того, чтобы доставить самому. Ну это действительно, они на расслабоне на таком игре, это уже достаточно спокойно, видно, что парни просто кайфуют, ну у них, в принципе, все получается сейчас, да, 4-0 в раунде. 4-0 и не получается ничего у Эпиков, за счет какого-то личного скилла даже ребята просто ухащатся. Не получается, у Эпиков получается, у Хаоса нет, то есть за счет личного скилла только одних Эпиков, то есть они и выезжают даже, несмотря на то, что вроде как сделали более мобильным свой сетап Хаос. Да, ну вот сейчас неплохо смогли выдернуть Хаос все-таки вражеский флаг, при этом. Но тут уже трое игроков у Эпиков, которые просто уходят и уже ребята в контратаку едут. Ты знаешь, вот если сейчас привлечет пару рельс в атаку, то можно было бы оформить и возврат. Ну хорошо отрабатывает Ванька, просто сбивает пару рельс, вытягивает время. Ранзеры здесь тоже сливают, Андертекер едет на возврат, блокирует один Чудо Фаер сразу нескольких игроков. Эпик там тоже переворачивается и теряет время, и судя по всему это будет поставка первого флага у Хаоса. Есть флаг 4-1 за пару секунд до конца раунда, таким образом у нас 3-0, 3-0 в раунде. Есть проблемы у Хаоса, ладно. И судя по статистике, проблемы у них очевидные, то есть это пятеро игроков из шести просто в топе у Эпиков. По дамагу, по проценту попаданий, конечно, они уже просели значительно, но все-таки... Но полностью перестреливают, действительно, Эпики полностью перестреливают своих соперников. В плане стрельбы сейчас в этом раунде они на голову выше буквально были. Шестое, седьмое, вот только здесь уже начинают мелькать некие ребята из Хаоса, и над этим, конечно же, надо работать. По полученному дамагу, ну, совершенно зеркальная ситуация, Хаос впереди. Это, естественно, были и перевороты, в принципе, у обеих команд, но все-таки, смотри, 18, 16, 15, при том, что Эпики больше 13 раз не умирали. Да, это значительное превосходство у Хаоса над Эпиками, которые... У Эпика над Хаосом. Ну, я имею в виду по смертям и в плохом смысле, грубо говоря. С отрицательным знаком, согласен. По визионным флагам. Ну, тут Эпиком, что называется, было где разгуляться. Примерно та же ситуация, что и по дамагу. Почти все парни из Эпиков у нас вверху таблицы и внизу Хаос. Рензер неплохо, он два раза флаг фактически довез от вражеской точки до середины своих респов, собственно, где его и передал. Дальше по возвратам у нас на острие был Эпик Плея. Неплохо себя проявил, кстати, действительно. И возвраты парочку неплохих он оформил. Закономерно набирает, я считаю, 47 очков возврата. Дальше Ванька Голд и Майами Бич. Что ж, ну, сейчас даже и не знаю, что говорит. Шесть вазпов мы увидим, как думаешь? Я думаю, 12 мы увидим. Парни, если вы наслушаете. Вряд ли Эпики, конечно, могут и зажечь, могут выйти и с более мобильным сетапом. При том, что у них совершенно точно получается намного больше, чем у Хаоса. Хаосу нужно что-то делать со своим сетапом. То есть, либо как-то на тренировках подходить к этому по-другому, либо вижу я проблемы, что есть и с личным скиллом. То есть, индивидуально ребята из Хаоса проигрывают. Ты знаешь, вот даже вот этот постоянный сетап, который мы видим из раза в раз, он, собственно, помогает сопернику еще в одном. И естественно, что Эпики сегодня тащили Хаос на более открытую карту. Они знали, предполагали, что будет тяжелый сетап и закономерно выводили, старались вывести бой на Парму. Очередной плюс, да, говорили мы уже об этом. То есть, просто уже ребята начали просчитывать, на чем будут играть, как будут играть, зачем. Так что, парни, еще раз говорю, здорово, отличное нововведение, классный сетап. Куча народа уже используют. Запатентовали фактически, но надо как-то уходить. Надо менять, потому что команда очень сильная, на самом деле. Я много следил за их игрой. Команда сильная, креативная и может показывать хорошие результаты, но не задалось. Но, тем не менее, это только начало нашего турнира и все еще впереди. Я думаю, что смогут парни собраться и показать хорошую игру. Действительно, тем временем, СЛС вместе с Майами Бич пытается уйти. Остается СЛС совсем один, убивает последнего защитника. Хаос на этот раз полностью отказались от средних корпусов. Только легкие, только скорость. Посмотрим, что это получится. Как я понимаю, берет уже смогу кто-то другой. И вот, посмотрите, да, уходит флаг. Я ни одной рельсы не увидел поддержку флагоносца. При этом флаг у Хаоса тоже ушел безвозвратно. То есть ударился тоже не ретер. Справочник спокойно его выдернул с базы соперника. И Рензор в очередной раз продолжает шествие. Поплотил сейчас броню, но я думаю, это не столь важно. Буги-фризер его уже сам тут убивает. Буги-фризер просто работает на статистику. Согласен. Что это за дела такие? Зачем своих убивать? Я сам довезу, да, второй раз. Мне кажется, можно красную ему выдать там какое-нибудь за уничтожение своих. Слушай, ну как мы на контрасте с тобой сходим в конференцию к Хаосу? Давай ты узнаешь, как они себя там чувствуют. Стоит ли к ним сейчас вообще заходить. Как бы, мало ли что. Но я думаю, можно. Тем временем пытаются довозить уже ребята из, в свою очередь, Хаоса. Первый свой флаг. Заблокировали трупами. Но Буги-фризер сумел тут дотолкать. Вернули флаг. В эпике все нормально. Но по-прежнему они пока ведут. Нет определенного какого-то дефа у ребят из Хаоса. Ничего они пока не могут противопоставить. Что ж, ну, во всяком случае, в чате парни из Хаоса в хорошем настроении. И говорят, что готовы они встретить нас в своей конфе. Так что сейчас я подхвачу. Бразды правления. Давай, вперед. Ну что ж, тогда мы переключаемся буквально через минуту. Готовы уже. Пойдем послушаем ребят из Хаоса. Погнали. Я верну. Завонет. Завонет. Я верну. Я верну направо. Смоку на восьмерку дайте. Восьмерку смоку держу. Вас по сливу. Захожу справа. Атака. Я уфлокировался. Две противники на восьмерке. Смотрят на один... Так, смотрят на право. Дэшки есть. Обе слева. Слезет. Давай, давай, давай. Я на восьмерку чпоке дал. Три кофе. Я с Рокки возьму ДД. В атаке есть кто? В атаке есть кто? Я у них. Тебя, флаг горит. Давай, давай. Флаг горит, парни. Так, на девятке на одну. Посмотри на флаг. Я недавно был. Вас второй подъем. Ох, я вину. Дайте девятке сейчас быстро. Кто-нибудь не салежит его. Они трое уходят. У нас вас на 100 метров к ним. Все. Там на девятке на одну. Возьми хотя бы прыгай вниз. Давай вниз, бери. Прыгай вниз, я внизу встречу. Не, я на одну. Дайте девять. Риллин. Дал, давай. Еще одну. Я на тройке. Я внизу отдыхаю. Я на одну остался. Я Риллин. Меня остались. Мопус лим. Право за хамы есть кто? Есть. Нет. Нью-дэфера, нью-дэфера. Давайте. Берите, что там твоем. Шатан, турец, алгарь, молодец. Это дрельцы. Я на тройке, я вас встречу. Дайте фокус на шесть вниз. Дайте фокус на шесть вниз. Лево. Там смока. Я одну там, оставлю на дверь. Лево бита. Я вас встречу. Поднимайся, поднимайся. Право два, блядь. Браво, она мне дал. Комуха, муха. Он на одну. А на качку только мне смока. Справа не сняли. Право сняли. Я с мокус. Не все так однозначно в конференции у Хаоса. Пытаются, конечно, ребята. Как-то пытались не скомпенсировать свой сетап без каких-либо средних тяжелых корпусов. Да, уж не знаю, как их называть. Уж можно, наверное, уже и все-таки тяжелыми их называть. Но, получается, пока мало. Так или иначе, продолжают эпики возить. Ничего их не может остановить. Да, сейчас в очередной раз красный флаг покинул свою базу уже на синих респах. И Рензор опять, ты знаешь. Он, кстати, вот именно на этой точке, где он сейчас подобрал флаг. Подобрать. Он, по-моему, уже традиционно подбирает броню здесь. Знаешь, как-то действительно какая-то традиция такая. Но он сейчас не очень хорошо отыграл Рензор. Можно было и скинуть, и задержать трупом, пока преследователь. Зэк отлично сыграл корпусом. Будет уходить. СЛС. Один перевернут игрок у эпиков. СЛС остается по-прежнему на пару рельс. Уходит уже на водокачку. И очень... Пара игроков у эпиков находится на респе. Майами Бич вновь подхватывает. Опять на водокачку уходит. И есть неплохие шансы у Хаоса доставить. Да, если сейчас разберутся они с проблемами на своем флаге. Потому что... Я не понимаю, почему он там медлит и теряет столько времени на то, чтобы стоять и стрелять просто по преследователям и по игрокам соперников. Ну, едет, смотри, получает и стреляет по нему, подбирает даже ДА. Трупы! Все! Должен Майами выдержать еще одну рельсу, как минимум. И дотаскивает все-таки флаг. Должен я сказать, что индивидуального скилла, конечно, немец со сменой ника не потерял. По-прежнему чувствует игру хорошо. Правда, остальная команда, я бы не сказал. Такого же про остальную команду сказать не могу. Да, вот сейчас Бугифризер как раз разбирается с Майами Бич и будет пытаться уходить с вражеским флагом. Есть встреча, традиционно хорошая встреча от Эпиков. И снова Рензер на острие. ДАшку он уже заранее взял, чтобы потом ее не подбирать. Ты знаешь, давай, давай, бангуем. Будет ДАшка тут сейчас или нет? Я даже посмотрю. Ну, вот Рензер сейчас чуть пораньше, чем обычно, подбирает флаг. Получает на этом же месте рельсу. Все по плану. И сливают его, конечно же, и подхватывают, подхватывают сразу же. Мощный перехват от Хаоса, но не успевают ребята даже с своим быстрым сетапом. А ДАшка-то, кстати, выпала. Надо было только чуть-чуть подождать. Да, Рензер немножко не дождался. Но флаг, я думаю, важнее, чем выпавший ДАшка. И довезли свой третий флаг ребята из Эпиков. Пытаются уйти вновь в Хаосы. СЛС уже на своей водокачке. И атака у Хаосов очень хорошая получилась. Сейчас большими силами они увезли флаг. Дотащили. Ну, правда, вот сейчас была потеря. Но подбор в любом случае будет. Майами-Бич на броне еще пока спокойно уходит. И обратите внимание, как с другого конца справочник умудряется попадать с ВАСПа, на который мы периодически грешим за то, что он вроде как шустрый корпус и должен выполнять другую задачу. Но со стрельбой у ребят все очень хорошо. Да, согласен. Рензер пытается вернуть флаг. Традиционно прибавляют Хаосы в концовке. И, правда, сейчас флаг все равно у них пытается уйти. И хороший перехват уже от Эпиков. И, возможно, не дадут они поставить флаг. Чудофайер уходит на то, чтобы забрать вражескую тряпочку. И не получится это сделать. Будет поставка, отлично, отыгрывает СЛС. Ну, вот посмотри. Сетап другой, и парни же играют реально лучше. Согласен с тобой полностью, но они, по-моему, уже сами привыкли, что они на Хантерах. Вот у меня есть такое впечатление, что изначально их стратегия строится от вот именно этого тяжелого сетапа. И даже когда они берут Хорна, то их это совершенно не спасает. Потому что они как будто играют, как будто они на Хантерах. Нельзя стоять, ребята. Нужно ехать, стрелять, попадать. Парма — это именно карта для этого. Да, Парма — такая карта. Неоднократно мы уже про это говорили. Не устаем это повторять снова и снова. Что ж, остается минута. У нас тем временем красный флаг опять покинул свое законное место. Справочник подхватывает его уже на своей базе практически. Но будет возврат. Есть возврат на Undertaker. Вернет наверняка флаг. Все спокойно. Ну, 2-3. Такого явного преимущества от Эпиков уже нет. Это нельзя не заметить. Но нет и времени. Да. Для того, чтобы наверстать упущенное. Для того, чтобы отыграться. В очередной раз Эпики, судя по всему, заканчивают со счетом 4-0 в их пользу. И таким образом продолжают свое победное шествие по нашей турнирной таблице. Не знают поражений. Таким образом оформляя неплохую заявку даже для прохода в топ-4, по-моему. Рановато еще, Игорь. Рановато еще об этом говорить. Ну, хорошо. Много всего впереди. Какой-то у них третий матч получается. Сыграть им, значит, еще 12 надо будет. Так что они только четверть пути прошли. Но должны мы сказать, что в очередной раз подчеркнуть то, что в отсутствие капитана на поле, плеймейкера основного и Эпик Гвардс, все у них получается отлично, хорошо и без Холли Хиро Алекса. Ну что, может Холли Хиро тогда предложим уйти из команды? Нет, не предложим, но это же его заслуга в том, что он сколотил такой коллектив надежный. Что же, что мы видим в четвертом раунде? Как обычно, в топе четверо игроков из Эпик Гвардс, дальше идет СЛС и Шайтан. В очередной раз доказывая, что, по крайней мере, про СЛС он стабильно хорош. То есть у него и, по-моему, процент попадания не очень, но из хаосов он демонстрирует всегда, по-моему, наилучшую стрельбу. Могу, конечно, сейчас и ошибаться, но по прошлым играм мне вот он очень запомнился. Это действительно так. СЛС настреливает немало количества дамага. Что ж, по полученному урону у нас опять та же самая картина. Хаос впереди. Справочник, пожалуй, 16 раз умер, отличился, но при этом на фоне Чудо Фаера и Буги Фризера зэк, тот же зэк, умирал очень много. Перевороты у нас есть традиционно, куда же без них. Ну, собственно, это специфика карты, много подъемов, на которых как раз можно переворачиваться. Да, по увезенным флагам мы видим, что, очевидно, впереди Буги Фризер, который постоянно убивает своих товарищей с флагом. И при этом, посмотри, Рензер, трудяга Рензер, да, Рензер страдает просто. Семь флагов он выдернул, ни одного не доставил. При этом Буги Фризер его пару раз точно убил, даже, может, раза три. Было дело. То есть, может, что-то нам еще в объектив не попало, знаешь. Чувствую, будут разборки, ребят, когда они пересмотрят, но... Когда все дело, сокращиваются глобальные статистики. Ну что же, по возвратам. Зэк неплохо отличился, 32 очка, поучаствовал он, убил пять флагоносцев, правильно я понимаю? И пару флагов как раз-таки вернул. Вернул. Да. Дальше идет Серега с Буги Фризером, ну, Буги Фризеру положено. Многим дали поиграть в этот раз с Эпики, да, уже в четвертом раунде. И, собственно, показатели общей статистики. Ну что ж, Эпики показали, доказали, и цифры подтверждают. Почти 20 тысяч Чудо Файрона стрелял на парню. Очень неплохо. Это очень хороший показатель. 20 тысяч, вообще, стабильно держать по 5 тысяч урона в каждом раунде, это отличный результат. Вот именно то, к чему нужно стрелиться. Причем, заметь, опять же, какой хороший трансфер. Остальные 14, 13, 12, да. Дальше у нас 12, 12, 10, и ниже уже 8, 6, 5, ну, это совсем. Но это 19, на 5 тысяч больше, чем у остальных. Чудо Файрона демонстрирует чудесные показатели по огню, да. Огонь. Огонь. Огонь корпус. У него есть и огонь в Нике, поэтому, знаешь, говорящий. По полученному урону как раз лидирует стройка из Хаоса, это как раз Miami Beach, который был, как мы уже отмечали, старался поучаствовать везде. Опасные игроки из Хаоса, по моему ощущениям. Вот, потому что это Смока, это СЛС, который, ну, тоже настреливает и отлично выступает. Ну, и немец, который действительно пытался успеть везде. Да, засветился, во всяком случае. По увезенным флагам Буги Фризер, который использует отличную тактику набора очков возле флага, убей своего тиммейта прямо возле флага и поставь. На втором месте заслуженно, вот кто уж действительно работал. Вот, кто тащил, да, не просто доставлял, да, а тащил. Рензер, дальше, 3-4 места СЛС, Miami Beach, все тоже очень заслуженно. Парни участвовали, СЛС и стрелял, и тащил. Miami Beach вообще пытался везде засветиться. На Васпике его отличный сольный проход от водокачки до своего флага попал во каких-то наших камер. Ну, и дальше, в принципе, все поучаствовали. Да, по возвратам, опять же, Буги Фризер отличился на пару с Чудо Файером. Чудо Файер оформлял там пару... Буги Фризер показал, что он умеет убивать не только своих флагоносцев, но и чужих. Чудо Файер отличился, по-моему, во втором раунде, когда смог вернуть флаг, и там смогли таким образом затащить ребята из Эпиков со счетом уже 1-0. Ну, и дальше есть СЛС, немного Эпик Плеер, Miami Beach и Зек. Немного Эпик Плеера в нашей таблице. Немного Эпик Раундов со счетом 4-0 побеждают Эпики. В очередной раз поздравляем их. Ну, а Хаусом нужно что-то делать с тренировками и как-то менять сетапы, как-то заготовки какие-то и больше дуэлей, больше каких-то индивидуальных тренировок, потому что чувствуется, что есть с этим проблемы. Больше креатива. Вот это мой диагноз, если хочешь. То есть надо действительно мыслить более широко. Голосуйте, ребята, что больше нужно хаосом. Больше, да. Креатив или индивидуальный скилл. Можете отправлять нам это в паблики. Мы обязательно поговорим об этом еще. Обсудим, обсудим. Итак, друзья, подошел к концу наш первый бой. Это только первый. Еще впереди нас ждет два интересных сражения. И, кстати, по секрету могу сказать, что один из игроков Psychos Pro, команды, которую мы увидим уже в следующем бою, сказал, что нас ждет какой-то сюрприз сегодня. Какой сюрприз ждет нас и вас, друзья? Об этом мы узнаем буквально через несколько минут в нашей студии Танков Онлайн. Так что не переключайтесь. Печеньки, чай и мы снова здесь. И очень жаркий матч впереди.